КОТУШЕСТВИЕ ПО КНИГАМ Что может быть лучше, чем старый добрый книжный магазин или библиотека? Для любителей книг прогулка вдоль стопа книг – это особый опыт. У многих людей есть любимый книжный магазин или библиотека, где они любят гулять и просто отдыхать. Представьте себе, что в вашей любимой библиотеке есть пушистый талисман, который бродит по полкам вместе с вами, заглядывая то в один, то в другой книжный лабиринт и иногда засыпая в удачно расположенном теплом месте. Появление кошачьих друзей в некоторых библиотеках и книжных магазинах по всему миру – это проверенная временем традиция, от которой выигрывают и владельцы книжных магазинов, и любящие вниманием кошечки и покупатели. Правда, местные мыши могут оказаться не такими уж большими поклонниками. Практика содержания кошек в библиотеках зародилась еще в Древнем Египте, где кошки были одомашнены. Кошки бродили по библиотекам древнеегипетских храмов и были обучены держать грызунов подальше от хрупких рукописей. В средние века кошки не пускали крыс и мышей в замки. Дома, библиотеки и современные библиотечные кошки выполняют те же функции, а также вызывают улыбку на лицах покупателей или читателей. У библиотечных кошек есть плюсы, о которых многие люди не знают. Кошки и другие домашние животные помогают детям, которые не решаются читать при себя или вслух, расслабиться. У маленьких студентов есть дружелюбное кошачье лицо, с которым можно почитать, а не пугающая группа сверстников или их родителей. Кошки делают обстановку библиотек веселой. Благодаря своему независимому характеру могут приходить и уходить, не беспокоя тех, кто не хочет, чтобы их беспокоили. К сожалению, некоторые люди страдают аллергией на кошек, что может свести к минимуму их удовольствия и влияния. Сколько же существует библиотечных кошек? Библиотеки и книжные магазины по всему миру сообщают около 300 библиотечных кошек, проживающих в настоящее время в качестве постоянных или временных членов. Соединенные Штаты сообщают о самом большом количестве библиотечных кошек, в то время как Исландия сообщает только об одной особой кошачьей компаньонке. Мы не можем забыть и о наших кошачьих друзьях в других частях света. Вот две кошки из России и Шотландии, которые покорили воображение не только в своих странах, но и всех посетителей библиотек. В Шотландии вы можете найти библиотечного кота, дружелюбного, но осторожного котенка, который бродит по этажам Центральной библиотеки Эдинбургского университета. Он пользуется вниманием посетителей библиотеки и активно присутствует в социальных сетях, рассказывая свои сказки. Если вы окажетесь в Центральной библиотеке в Шотландии, вы можете мельком увидеть, или, если вам повезет, получить небольшую кошачью грелку на колени библиотечного кота. И, наконец, у нас есть Кузя, любимый библиотечный кот из России в Центральной детской библиотеке имени Крупской в городе Новороссийске. Он однажды появился в библиотеке медленно, но верно, согревая сердца и колени работников и посетителей библиотеки. В России домашние животные должны иметь специальное разрешение, чтобы жить в общественных местах, таких как библиотека. Но Кузя со временем получил свой собственный кошачий паспорт, потому что Россия и со временем дорос до помощника библиотекаря. Теперь этот уютный библиотечный кот приходит на работу с галстуком, бабочкой, соответствующим его титулу и статусу одного из самых любимых литературных котов России. А теперь расскажем вам о книгах, где главные герои – коты. Книги о Дьюи, библиотечном коте Вики Майрона. Дьюи был оранжевым котом, родом из маленького городка Спенсер, штат Иллинойс. В лучших традициях настоящей истории – брошенный. Котенок вдохновляет город и вызывает к жизни библиотеку в центре американской глубинки. Или, во всяком случае, так написано в книгах. Дьюи был брошен Спенсере в 1980-х годах во время разгара финансового кризиса, в результате которого город и прилегающие регионы оказались в экономическом упадке. Вики Майрон нашла маленького котенка в ночном ящике библиотеки, прижавшегося к стене в поисках тепла, и взяла его к себе. Котенка назвали Дьюи в честь десятичной системы, используемой для классификации книг в библиотеках, где господствуют книги в мягких обложках. Вскоре Дьюи привлек внимание местных жителей и посетителей библиотеки, которые заходили в библиотеку, чтобы увидеть дружелюбного кота и передохнуть с последней страницей. Книга о библиотечном коте Дьюи под названием «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир». Дьюи стал таким библиотечным котом, который вдохновлял не только Вики Майрон, нашедшую его, но и всех, кто вступал в контакт с этим пушистым комочком индивидуальности. Дьюи был известен тем, что расхаживал по библиотеке так, словно был ее хозяином, но иногда не отказывался остановиться перед человеком или существом, которому требовалось немного больше любви и внимания. Дьюи стал хитом документального телевизионного фильма в Японии, а теперь стал звездой серии книг. Книга была выпущена в 2008 году и содержит коллекцию историй, написанных Вики Майрон о Дьюи и его библиотечных выходках. В книге также представлены истории других людей по всей стране, которые были благословлены появлением кошек в нужное время. Записки черного кота. Марио Вага. Жизнь черного кота беспечна и приятна в своей идеальности. Еще бы, он единственный ребенок в семье. Но все же хорошее когда-нибудь заканчивается. В жизнь главного героя вырывается новорожденный младенец, и все переворачивается с ног на голову. Небольшая по объему книга наполнена искрометным юмором и забавными ситуациями. Настоятельно рекомендую. Останетесь в полном восторге, как и основная масса читателей. Сосуки Нацукава. Кот, который любил книги. Старшеклассник Рентара Нацуки собирается закрыть букинистический магазин, который унаследовал от любимого дедушки. Но однажды, самым обычным днем среди стеллажей, появляется говорящий кот по имени Тигр. Он увлекает подростка за собой в захватывающее путешествие, цель которого – спасение книг. Сначала от интеллектуала, запирающего сотни томов в шкафу, затем от профессора, кромсающего страницы ножницами. Что ждет юного Рентара и его подругу Юдзуки? На этом пути и как им спасти все книги, оказывавшиеся в опасности? Кот по имени Живоглот. Возможно, не все знают, что в замечательной семитомной повести Джоан Роулинг «Гарри Поттер» тоже жил свой кот по имени Живоглот, который принадлежал Гермионе, подруге Гарри Поттера. Он обладал волшебными способностями и сумел вовремя предупредить детей об опасности. В следующий раз, когда вы заглянете в библиотеку, поищите библиотечную кошку, как показывают наши обзоры библиотечных кошек, никогда не знаешь, когда она может появиться неожиданно и почувствовать себя как дома. Приятного чтения! И помните, наслаждение выше в разы, когда ощущаешь мурчание пушистого любимца под боком. Субтитры создавал DimaTorzok